Дом Божий Дом Божий Дом Божий Дом Божий И опять вошел в приторию и сказал Иисусу Откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа Пилат говорит ему Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя И власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал Ты не имел бы надо мной никакой власти Если бы не было дано тебе свыше Посему более греха на том Кто предал меня тебе С этого времени Пилат искал отпустить его Иудеи же кричали Если отпустишь его Ты не друг Кесарю Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю Пилат, услышав это слово Вывел вон Иисуса И сел на седалище На месте, называемом Лифострон И по-еврейски Гавафа Тогда была пятница перед Пасхой И час шестой И сказал Пилат иудеям Все царь ваш Но они закричали Возьми, возьми, распни его Пилат говорит им Царя ли вашего распнул? Первосвященники отвечали Нет у нас царя, кроме Кесаря Тогда, наконец, он предал его им на распятие И взяли Иисуса и повели И, неся крест свой Он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа Там распяли его И с ним двух других По ту и по другую сторону А посреди Иисуса Пилат же написал И надпись поставил на кресте Написано было Иисус Назарей Царь Иудейский Эту надпись читали Многие из иудеев Потому что место, где был распят Иисус Было недалеко от города И написано было по-еврейски По-гречески и по-римски Первосвященники же иудейские Сказали Пилату Не пиши, царь иудейский Но что он говорил, я царь иудейский Пилат отвечал Что я написал, то написал Воины же, когда распяли Иисуса Взяли одежду его И разделили на четыре части Каждому воину по части И хитон Хитон же был не сшитый А весь тканый сверху И так, сказали друг другу Не станем раздирать его А бросим о нем жребий Чей будет Да сбудется реченное в Писании Разделили ризы Мои между собою И об одежде моей Бросали жребий Так поступили воины При кресте Иисуса Стояли матерь его и сестра Матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина Иисус, увидев Матерь и ученика Тут стоящего, которого любил Говорит матери своей Жена Се сын твой Потом говорит ученику Се матерь твоя И с этого времени Ученик сей Взял ее к себе После того Иисус Зная, что уже все свершилось Да сбудется Писание Говорит Жажду Тут стоял сосуд Полный уксуса Воины, напоив уксусом губку И наложив на Исо Поднесли к устам его Когда же Иисус Вкусил уксуса Сказал Свершилось И преклонив голову Предал дух Но так Как тогда была пятница То иудеи Дабы не оставить тело На кресте в субботу Ибо та суббота Была день великий Просили Пилата Чтобы перебить у них голени И снять их И так пришли воины И у первого перебили голени И у другого распятого с ним Но придя к Иисусу Как увидели его Уже умершим Не перебили у него голени Но один из воинов Комбьем Пронзил ему ребро И тот час Истекла кровь и вода И, видевший Засвидетельствовал И истинное свидетельство его Он знает Что говорит истину Дабы вы поверили Ибо сие произошло Да сбудется Писание Кость его Да не сокрушится Также и в другом месте Писание говорит Возряд на того Которого пронзили После сего Иосиф Из-за римофеи Ученик Иисуса Но тайный Из страха От иудеев Просил Пилата Чтобы снять Тело Иисуса И Пилат позволил Он пошел И снял тело Иисуса Пришел также И Никодим Приходивший прежде К Иисусу ночью И принес В состав Из смирной алоэ Литр около ста И так они Взяли тело Иисуса И обвили его Пеленами С благовониями Как обыкновенно Погребают иудеи На том месте Где он распят Был сад И в саду Гроб Но новый В котором еще Никто не был положен Там положили Иисуса Ради Пятницы Иудейской Потому что Гроб Был Близко Когда как не сейчас В преддверии Пасхи Великого христианского Праздника Нам вспоминать Эту историю Историю Нашего Господа Историю Нашего Спасителя Историю Его жизни Историю Его погребения Историю Его воскресения Аминь церковь Совсем скоро У нас будет Этот великий праздник Мы будем радоваться В некоторых городах Странах уже Праздновают Этот праздник И сегодня Я хотел бы Чтобы мы Обратили внимание На эту историю Я не стал разделять Контексты В этой главе Потому что Вся глава Она важна И эта история Она важна Особенно сегодня И я хочу Чтобы мы Обратили свое внимание На последнюю часть Этой главы Я буду читать С 38 по 42 стих Последняя честь Которая была Оказана Иисусу Христу Его учениками После этого Иосиф Аримафеи Попросил Пилата Отдать ему Тело Иисуса Иосиф был Учеником Иисуса Но тайном Из страха Перед иудеями С позволения Пилана Он пришел И забрал тело С Иосифом Был Никодим Который как-то Приходил к Иисусу Ночью Никодим Принес около Тридцати Вместе с бальзамом В пелены Ильняной ткани Такого был Еврейский Погребальный Обычай Там где Иисуса Распяли был сад И в саду Новая гробница В которой еще Никого не хранили Так как был День приготовления К Пасхе А гробница Оказалась поблизости Они положили Там Иисуса На этих стихах Я хотел бы Сегодня Построить Свою проповедь И то послание Которое Бог Положил мне на сердце И хочу Обратить внимание Именно на этот контекст И разобраться Кто же были Эти два ученика Которые пришли И отдали Последнюю честь Честь погребения Своему спасителю И своему наставнику Итак Мы видим тут Что Иисус умер И то что полагалось Сделать с умершим Нужно было делать Поскорее Потому что Суббота почти Наступила Когда уже никто Ничего не мог делать Мы должны понимать Те традиции Которые были у евреев То есть Евреи в субботу Не работали Евреи в субботу Они хранили День субботний Шаббат Шалом Они не могли Даже погребать Тех кто умер И Иисус умер Именно накануне Субботы Друзья Иисуса Мы знаем Историю Были бедняками Подразумевая Друзей Я имею ввиду Те двенадцать Которые ходили Вместе с ними И у них Не было возможности Похранить его Но мы видим В этой истории Что два Очень богатых Человека Сделали это Позаботились О теле Господнем Итак Первый Иосиф Из Аримафеи Аримафея Этот город Такой в Палестине Давайте обратим Внимание на него Иосиф Это тайный Сторонник Иисуса Он упомянут Во всех четырех Евангелиях Только в этой истории Когда он совершил Вот этот смелый поступок Поступок погребения В связи Со смертью Своего наставника Он был представителем Богатого Еврейского рода И судя по всему Он был преуспевшим Предпринимателем Так как переехал В Иерусалим Иосиф мог Приобрести Дома, сады и земли То есть он обрел Движимое и недвижимое Имущество В самом главном городе Иудеев О чем мечтали многие Но не каждому Этого удавалось То есть мы должны Понимать, что Иосиф Он был преуспевающим Человеком того времени Он был тем О ком Кем могли мечтать Каждый Вот находясь В то время Среди евреев Также он был Говорит Святое Писание Членом Синедриона Что такое Синедрион Мы должны понимать Что на тот момент Синедрион был Малым и верхомным В малый входило Всего-навсего 21 человек Верховный 71 Так вот Благодаря своему положению Этот человек Иосиф Добился Очень высокого Положения В обществе Синедрион Был Верховным Членом Правления Иудеи Членом Правления Той страны То есть Это были люди Которые Решали Судьбы Других Они решали Кого казнить Кого не казнить До того Как их завоевала Римская империя Они решали Какую власть Поменять Какие религиозные Течения Изменить В той империи То есть Это были Очень влиятельные Сильные люди На сегодняшний день Это можно сказать Вот Государственное Правление Они даже решали На кого идти Войной А на кого Не идти И вот Иосиф Мы видим Что он находился На пике Человеческой Славы Добился Всего О чем только Мог мечтать Каждый Добился Большого Материального Влияния Большого Статусного Влияния Однако По отдельным Словам Евангелиям Можно было Заключить Что Иосиф Аримафейский Он Был Несмотря на то Что имел Власть Деньги Он был Человеком Который Был в поиске Который Был в поиске Царства Божьего Потому что Мы видим тут Что деньги И власть Его не удовлетворяла Сегодня мы Живем в таком Мире Что Многих людей Статус Удовлетворяет В обществе Да Финансы Это то Что придают Тебе Уверенность В завтрашнем Дне И сегодня Люди Живут Этой Уверенностью И многие Могли бы Жить и так Как Жил Иосиф Но Ему Этого Было Мало Мы видим Мы видим Мы видим Что Он Искал Царства Божьего Мы видим Что Он Прислушивался К тому Что Говорил Христос Ходя По Иудеи И тут Говорится Следующее В 41 Стихе Там Где Иисуса Распяли Был Сад И в саду Новая Гробница В которой Еще Никого Не Хранили Мы должны Понимать Что Эта Гробница Первое Она Стоила Огромного Состояния Второе Она Принадлежала Именно Иосифу Из Аримафеи То есть Там Должны Были Похранить Его Великого Человека Того Времени Влиятельного Человека Того Времени Богатого Человека Того Времени Но Там Был Захоронен Наш Спаситель Иисус Христос И так Тут Мы можем Увидеть Подвиг Этого Иосифа Он Заключался В том Что Он Встал На Сторон Христа Отверженного Всеми И даже Теми Кто Находился В Синедрионе Он Был Отвержен Но Иосиф Встал На Его Сторон После Того Как Тот Умер Подвиг Иосифа Заключался В том Что Он Принял Христа Пораженного Позорной Казнью Иисус Христос Был Распит Позорной Казнью Того Времени Мало Того Что Она Была Мучительной Но Она Еще Была И Позорной Людей Казнили На Кресте Обнаженными И Это Было Унизительно Унизительно Для Каждого Также Мы Видим Что Он Отказался От Славы Земной Несмотря На Свое Влияние По Крайней Мере Уж Точно Он Сильно Рисковал Ей Забыв О страхе Когда Пришел К Понтию Пилату Как я Уже Сказал Он Был В члене Серендриона В тех 70 Ну Представьте 71 Человек Всего Из Миллионов И Он Находился Там И Он Мог Потерять Все Свой Авторитет Свою Власть Даже Деньги Но Он Рискуя Всем Этим Пришел К Пилату И Просил О том Чтобы Совершить Последнюю Погребальную Церемонию Для Иисуса Христа Понти Пилат Тоже Немного Об этом Находился На тот Момент Римским Прокуратором Того Времени Кто Не Знает То Есть Это Был Человек Поставленный Римским Императором Того Времени И Последнее Слово Было За Ним Так Вот Мы Видим Тут В Историю Что Иосиф Является К Нему Представьте Так Просто Пришел К такому Можно Сказать Самому Главному Человеку В той Губернии Это Примерно Как Сегодня Губернатор Допустим Краснодарского Края Но Не Каждому Да Вот Не Каждый Может Прийти В течение Какого-то Двух Трех Часов Пяти Часов И Явиться Вот так В кабинет И Делать Какие-то Заявления Но Мы Видим У Иосифа Была Такая Власть Было Такое Влияние Были Такие Связи Второе О чем Я хотел бы Сказать О Никодиме Давайте Обратим Внимание На него Я говорю Сейчас О том Кто Эти Двое Для тех Кто Не знает Никодим Был Один Из Иудейских Начальников Он Также Был Членом Синедриона Из Семидесяти Также Был Второй Ученик Иисуса Христа Мы Видим Что Он Был Жаждующим Человеком Также Тем Кто Искал Царство Божие Поэтому Апостол Иоанн Описывает До Этого Историю Того Как Никодим Пришел К нему Ночью И задавал Ему Вопросы Если Вы будете Читать Почитайте Шестую Седьмую Главу Он Приходит И задает Ему Вопросы Учитель Что Мне Сделать Для Того Чтобы Родиться Свыше Он Был Жаждующим Человеком Писание Говорит Блаженные Жаждущие Ибо Они Напоены Будут Он Был Уверовшим В ту Ночь И Ты Можешь Сказать Откуда Ты Это Знаешь Потому Что Мы Можем Сделать Такой Вывод Из Седьмой Главы Евангелия От Христа Потому Что Когда Решалось Что Сделать С Иисусом Никодим Начал Ходотайствовать За Него Это Седьмая Глава 51 Стих Он Говорит Такие Слова Перед Начальниками Иудейскими Судит Ли Закон Наш Человека Если Прежде Не Выслушают Его И Не Узнают Что Он Делает То есть Мы Видим Что Он Ходотайствовал За Иисуса Христа Итак Так же Здесь Говорится В 39 Стихе Что С Иосифом Был Никодим Который Как-то Приходил К Иисусу Ночью Никодим Принес Около 30 Килограммов Смеси Из мира И алоэ 300 Литров В другом Переводе Никодим Принес Достаточно Мастей Из Смирной Алоэ Чтобы Погребстить Самого Царя Он Также Пожертвовал Огромное Состояние Как Иосиф Мало Того Что Они Рисковали Своей Репутацией Они Пожертвовали Огромное Состояние Один Пожертвовал Гробницу И Гробницу Непростую А самую Роскошную Того Времени Другой Пожертвовал 300 Литров Смирной Алоэ Алоэ Они Они Стоили Огромных Денег Того Времени Хочу Сказать Что Мы Тратим Огромное Состояние Для тех Людей Которые Нам Дороги Аминь Кто Нам Дорог Для тех Мы Не Жалеем Ничего Для тех Кого Мы Любим И Ценим Так Вот Подвиг Никодима Как Только Иисус Умер На Кресте Никодим Был Уже Там Чтобы Отдать Честь Ему Всенародно Он Также Рисковал Своей Репутацией Как Иосиф Итак Кто Они Эти Двое Мы Смотрим На Этих Людей Сегодня На Учеников Иисуса Христа Иосиф И Никодима Есть Небольшая Трагедия В этом Как Я Вижу Никодим Иосиф Были Членами Синедриона И Библия Говорит Они Были Тайными Учениками Иисуса Христа Не Во Свете Не Явными А Тайными Они Либо Отсутствовали На Этом Заседании Где Принималось Решение На Синедрионе Распять Его Или Нет Либо Они Были Там Что Скорее Всего Как Говорит История И Просто Промолчали 71 Человек Два Человека Имели Авторитет И Власть Заявить Перед Семь Ходотайствовать За Него Ну Мы Видим Что Они Промолчали Хотя Бы Один Голос Но Не Прозвучал Защиту Христа На Суде Промолчавший Почему Я Делаю Такой Вывод Если Мы Будем Вспоминать Историю Никодима Когда Он Ходотайствовал В первый раз За Иисуса Христа Евангелие Евангелие Оттан 7 Глава 51 Стих То В 52 Стихе Мы Увидим Как Ему Ответили На Его Первое Заявление Ходотайственное Давайте Я Прочитаю Судят Тем Последов Последователем Иисуса Как Жизнь Спасителя Подошла К концу И Хочу Сказать Что Мы Часто Сохраняем Своё Доброе На Потом Когда Человеку Уже Нет Живых Но Насколько Прекраснее Было Преданность При жизни Чем Новый Гроб Чем Эти Простыни Чем Эта Мира Алоэ Которая Принёс Никодим Насколько Прекраснее Было Всё Это Сделать При Жизни Один Цветок При Жизни Стоит Намного Больше Чем Дорогих Венки Стоят Намного Больше Чем Один Цветок Чем Дорогие Венки После Смерти Один Цветок При Жизни Одно Доброе Слово Внимание Забота Стоит Намного Большего Чем Того Огромного Состояния И мы Видим Как Эти Ученики Они Принесли Огромное Состояние После И вот Слово После Ключевое Слово Которое Меня Побудило Сегодня Прийти С этим Посланием После После Того Как Всё Закончилось Жизнь Человека Оборвалась Есть Такая Фраза Имеем Не Ценим Теряем Плачем Я не знаю Кто Придумал Эту Фразу Мне Её Часто Говорила Моя Мама И по И по Сей День Говорит Мы Должны Ценить Тех Кого Имеем Сегодня При жизни Но Порой Мы Имеем Не Ценим А Когда Теряем Мы Плачем Любимых Дорогих Сегодня Мы Так Часто Тратим Своё Время И деньги На Что Угодно Только Не на Своих Близких Друзей Жён Детей Родителей Наставников Иисус Был Именно Наставником Для Иосифа И Никодима После И ты можешь Возразить Сегодня Да Сказать Что Ну как Мы при жизни Тоже Тратим Деньги Цветы Покупаю Одну Розу Раз в Месяц Своей Возлюбленной Ну ладно Букет Букет Давайте Возьмём Выше Планку Раз в Месяц Дарим Букет Своей Возлюбленной Делаем Подарки Своим Детям Раз в Неделю Ну ладно Каждый День Приносим Киндер Такой Хороший Подарок Всегда Работает Я знаю У меня Просто Ребёнку Три года Я знаю О чём Говорю Раз в Месяц Звоню Папе Маме Старенькой Высылаю Деньги Может Быть Для тебя Это Откровение Ну пусть Такое Будет Библия Говорит Нам Почитай Отца И Мать Чтобы Продлились Жизни Твоей На земле В контексте Почтения Говорится О материальном Почтении В первую Очередь А уже Потом О нравственном Послушай Послушай Почтение Внимательно Что Библия Говорит Нам По Этому Поводу Она Нам Говорит Делать Подарки Или Нет Покупать Своих Жён Этими Подарками Этими Цветами Ты можешь Сказать Ну Почему Бы И нет Есть же Песня Даже Такая Лучшие Друзья Девушек Это Бриллианты И так Далее Я бы Назвал Это Лозунгом Таким Дьявольским Послушай Твоя Жена Не та Которую Нужно Покупать Откупаться От своих Детей О чём Я говорю Пришёл С работы Ты дал шоколадку На тебе шоколадку Только не трогай меня Трогай маму Я пошёл на диван На свой любимый диван Свой любимый интернет Телевизор Ну может быть это не про вас Но тем не менее Я думаю Кто-то увидит себя в этом Конечно Это хорошо Делать подарки Не подумайте сейчас Что я против подарков Подарки Делайте Своим любимым Братья Делайте подарки Не думайте Что пастор Говорит того Чтобы подарки Не делать Делайте Подарки Своим Любимым Но к этому Призывает ли Бог И я хочу Сегодня Чтобы мы с вами Посмотрели На то Что говорит нам Его призыв Послание К Ефесянам Пятая глава С пятнадцатого По семнадцатый Стих Я буду читать Итак Смотрите Поступайте Осторожно Не как неразумные Но как мудрые Дорожа Временем Потому что Дни лукавы И так Не будьте Нерассудительны Но познавайте Что есть воля Божья Современный перевод Мне интересен Смотрите Живите не как глупые Но как мудрые Дорожите временем Потому что В эти дни Много зла Не будьте Легкомысленны А лучше Старайтесь понять В чем Заключена Воля Божья Сегодня мы Живем В одни Где очень Много зла Сегодня мы Видим зло Вокруг И оно только Процветает Преумножается Пандемия Эти Смерти Эти Убийства Болезни Смерти От несчастных Случаев И даже Среди верующих Людей Мы видим Что люди Теряют Близких Сегодня Много зла В том мире В котором Мы живем Цунами Землетрясения Недавно Общались Пастор С Филиппин Свидетельствовал О том Что К нам Вначале Пришло Цунами Потом Землетрясение Потом Какой-то Свиной Гриб Умерло Тысячи Людей Только Потом Пришла Пандемия У вас Она Пришла Сразу Но вы Не отчаивайтесь Свидетельствовал Об этом Ободрял Других Пасторов В России Восстание Бунты В социуме Мы видим Что сегодня Такое происходит Бунты В церквях Люди Ругаются Уходят В мире Много зла Смерти И разделения Грех Человека Сегодня Несет Очень много Зла И как следствие Болезни И страдания Итак Ответ Бога Прост Не будьте Легкомысленны А слушайтесь А лучше Старайтесь Понять В чем Заключена Воля Господа Мы должны Понимать Что только Поняв В чем Есть Воля Господа На нашу Жизнь И пребывая В ней Мы можем Только получить Этот мир В своем Сердце Радость В своем Духе Если ты Согласен Скажи Аминь на это И воздай ему Славу Бог Бог Называет Глупцами Тех Людей Которые Не дорожат Своим Временем Поэтому Дорожите Своим Временем Смотрите Поступайте Осторожно Говорит Писание Не как Неразумные То есть Глупые Но как Мудрые Скажи Своему Соседу Будь Мудрым Будь Мудрым Ответ Бога Прост Дорожи Своим Временем Самое Дорогое Что нам Дал В жизни Наш Господь Это Счета В банке БМВ Да Нет Самое Дорогое Что дал нам Господь В нашей Жизни Это Время И вопрос Сегодня Как мы Распоряжаемся Своим Временем Как мы Им Распорядимся Может быть Кому-то Еще Осталось 20 лет Прожить На этой Земле Может быть Кому-то 100 Может быть Кому-то Один год Мы Не знаем Что принесет Нам Завтрашний День И Никакая Кукушка Тебе Не Накукукает Сколько Тебе Осталось Никакой Там Пророк Или Гадалка Люди Приходят К ним За Ответом Сколько Жи Мне Осталось Никакая Гадалка Не Нагадает Только Деньги Из Кармана Заберет Живем Живем В мире Доступной Информации Конечно Интернет Нам Может Дать И что-то Хорошее Но Может Дать Нам И Сыграть С нами Какую-то Злую Шутку Просто Забирая Все Больше И Больше То Время То Драгоценное Время Которое Нам Отведено На Этой Земле Сегодня Люди Превращаются В Наркоманов В Зависимых Людей И Наркотиками Являются Телесериалы Телепередачи Телевизор Еще Какие-то Передачи Интернет Тот же Самый Сегодня Люди Зависимы От Этого Все Больше И Больше Пребываешь Там Уже Без Этого Не Можешь Как Только Интернет Закончился Трафик Нужно Быстрее Бежать Оплачивать Как Без Этого Как Посмотреть Объявление Как Посмотреть Что Там Происходит Вдруг Кто-то Сообщение Прислал Я Дорожу Своим Временем Скажи Я Дорожу Своим Временем Я Дорожу Своим Временем Фильмы Друзья Давайте будем Дорожить Своим Временем Подумайте Прежде чем Посмотреть Фильм На что Вы потратите Два часа Своей Жизни Есть Трейлер В конце Концов Есть Описание Этого Фильма Почитайте Мы Как Верующие Люди Должны Ценить Свое Время На что Мы Тратим Свое Время Есть Описание Фильма Которую Можно Прочитать И только После этого Смотреть Мне Сегодня Непонятно Когда Люди Советуют Друг Другу Можно Посоветоваться С нормальным Только Человеком Какой Фильм Посмотреть Некоторые Пасты Даже Репосты Такие Выставляют О тех Или иных Фильмах Которые Рекомендуют Смотреть А некоторые Верующие Рекомендуют Такие Фильмы Посмотреть Я вот Недавно Посмотрел Один Фильм Мне Порекомендовал Верующий Человек Ну я Как-то Доверился Знаете Смотрю Фильм Не пойму Когда Будет Интересно В конце В итоге Этого Фильма Достали Ножи Друг Друг Перерезали У меня Вот такие Глаза Потом Я Выключил Уже Фильм Закончился Ходил Все Сетывал Вот Даже Жена Не даст Соврать Просто Мой дух Был Возмущен На что Мы Тратим Свое Время Как Мы Можем Рекомендовать Это Советовать Это Смотрим Фильмы Ужаса А потом Сетуем Вот Я Выгораю Эмоционально Духовно Помогите Пастор Помолитесь За меня На что Мы Тратим Закирательны В фильмах Читайте Описание Смотрите Трейлер Я не говорю Что вообще Не нужно Смотреть Чем Ты Сегодня Наполняешься Помните Что Вы Храм Духа Святого Так Говорит Нам Слово Божие Ты Храм Духа Святого Чем Сегодня Наполняешься Ты Там Вообще Есть Сегодня Дух Святой В твоем Сердце Дорожи Своим Временем Дети Послушай Твои дети Никогда Не изменятся Не станут Посвященными Христианами Если Будут Два часа В неделю Только Отдавать Себя Богу На воскресном Служении На воскресной Детской Школе С ними Нужно Проводить Время Ценить Каждый Период Их Времени Моему Ребенку Сегодня Три года Я Недавно Получил Откровение О том Что Она ценит Время Которое Я провожу С ней Я Просто Двоем Никого Нет Идем В детский Ресторан Просто С утра До вечера Вместе С ней Жена С подругами Я С ребенком И я Обратил Внимание Что ребенок Еще нету Трех лет Но уже Сегодня Понимает И ценит Это время С отцом Дорожите Временем Со своими Детьми Каждым Периодом Три года Ей уже Не будет Через год Через год Ей будет Уже Четыре Каждым Периодом Нужно Дорожить Вкладывать В них Ценности Божьего Слова Молиться Вместе Смотреть Какие-то Христианские Передачи Вкладывайте Своих Детей Если Хотите В них Видеть Те Ценности Христианские Которые Сегодня Есть